Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье в нас сами, где есть ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, практики, настроя, ритуалы на исполнение любых, даже самых невероятных желаний. Все в ваших руках, многократное повторение и вера. Это секрет успеха. Пользуйтесь. Ну и сегодня три карты следующей недели. Стихия. Воздух. Знаки зодиака, простите. Близнецы. Весы. Водолеи. Порывистые мои. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь. Ведь это нужно вам. Улыбка меняет жизнь. Я сегодня так. Сегодня я выложу сразу три карты и буду рассказывать полностью все, что я увижу. Как-то интересно, я уже снимала другие стихии и интересно сегодня разговаривают карты. Они почему-то говорят о положении дел. Может быть, у вас будет по-другому стихия воздуха, но вот стихию огня делала. И почему-то там идет именно положение дел, решение вопросов и состояние, которое было бы здорово для некоторых изменить. Что произойдет в вашем раскладе, сейчас мы посмотрим. А может быть и колода, колода прекрасная, она тайная таро, я знаю, что это так называется колода. И может быть, она действительно уносит немножечко в энергию, а не в события. Ну, это уже не важно, потому что вот положение дел и даже у каждого из вас, понимаете, вас очень много и события могут быть разные. А вот направление, как действовать, что делать и что было бы здорово в данной ситуации, это, по-моему, даже важнее, потому что событий может быть большое количество. Ну, что, три карты следующей недели. Шикарная. Шикарная неделя вас ждет, мои дорогие порывистые. Шикарная, шикарная неделя. Планы выстроены. Настроение прекрасное. Идут шикарные изменения. Тут я сразу могу сказать. Для тех, кто планировал какие-то проекты именно внутри работы. Вот если вы работаете и у вас есть проекты, которые вы начнете на неделе, то могу сказать, что с небольшими усилиями, в кратчайший срок, очень быстро имеется в виду, вы справитесь с этими проектами. Для тех, у кого бизнес связан с продажами, без усилий, вот вы запланировали какую-то квоту, вот я даю это как пример. Например, вы запланировали какую-то квоту, например, на день, на неделю, на месяц, и вы не знаете, вы запланировали, но вы не знаете, как пойдет. И я вижу здесь, что вы приняли правильный настрой для тех, вот кому это резонирует. Вы приняли правильный настрой. Вы не хватаетесь за ситуацию. Вы запланировали. Вы делаете ту работу, то, что зависит от вас, для продвижения, но вы не эмоционируете, в смысле, вот сегодня нет, завтра да. И что происходит? Все, что вы запланировали, происходит так, как вы запланировали, имеется в виду результат, такой, как вы его хотели. И неделя еще принесет очень много ситуаций, в которых вы будете просто довольны. Даже не ситуации, а перемен. Перемены эти будут быстрые. Вы знаете, вот для некоторых будет даже вдруг, как в сказке. Вот тут я вижу ситуации, в которых будет вдруг, как в сказке, пошли перемены. Перемены и перемены, которые принесут вам удовольствие, радость, удовлетворение. Все позитивные эмоции, которые могут быть, вам принесут эти перемены. Для тех, кто построил грандиозные планы, тоже, да, вы, может быть, в ближайшую неделю не достигнете этого всего. Вот все сразу вчера нет такого. Но вы уже увидите, как меняется все вокруг и как меняются ситуации. И как, знаете, вот тут для того, чтобы, я вот попытаюсь это как-то объяснить. Вот для того, чтобы, например, давайте так, для того, чтобы купить автомобиль. Вот, это материальное желание. Ну, вы его можете подстроить под любое ваше желание. Вот вы хотите купить автомобиль. С чего вы начинаете? Нет, неправильно, не с денег. Начинаете вы с того, что вы выбираете тот автомобиль, который вы хотите иметь. Вы выбираете марку, вы выбираете цвет, вы выбираете интерьер, вы выбираете спецификации. Ну, кто, я не знаю, я, я, или говорите с продавцом, который в салоне. Или, сами знаете, я, например, знаю спецификации автомобилей, которые, ну, которые я имею автомобиль. Я знаю его спецификации, я знала, какие спецификации я хочу, когда я его покупала. Если вы этого не знаете, то есть салон, есть продавцы, которые вам все это расскажут. Когда вы определились с автомобилем, со всем, со спецификациями, со всем остальным, вы узнаете, сколько этот автомобиль стоит. И тогда идет следующий этап. Вы решаете. Если эти деньги присутствуют у вас, вы просто оплачиваете автомобиль, вы идете, вы подписываете договора, вы подписываете соглашение и вы платите за автомобиль. Если же такой суммы нет, вы уже решаете. Это следующий этап. Вы узнаете, какие условия, если вы возьмете кредит на автомобиль. Какие есть программы, какие есть условия, какие, как это надо будет выплачивать, какой процент. Короче, вот эту всю информацию. Это следующий шаг. И узнав все это, вы опять идете к следующему шагу. Вы принимаете окончательное решение, что вы делаете. Если вы решили, да, беру, да, хочу, посмотрели ваш бюджет и понимаете, что помесячная оплата вам доступна, вы идете, подписываете все, подписываете контракты, подписываете договора, подписываете договор на кредит и покупаете, соответственно, машину. И уже, а, ну еще и страховка. Я не знаю, как у вас, я имею в виду в бывшей, в со стороны, с той стороны Атлантики, где страны бывшего Советского Союза, хотя смотрит меня и Северная Америка тоже, поэтому я и говорю, что с той стороны Атлантики, в Северной Америке без страховки ты не можешь забрать автомобиль из салона. Ты не можешь выехать на дорогу без страховки. Точно так же, как вот я даже слышала, что в России можно купить автомобиль, не имея прав. Нет, здесь это нельзя. Вернее, если ты покупаешь автомобиль за НАУ и есть, кому ты покупаешь, и у человека есть права, ты именно как физическое лицо можешь как бы заплатить за эту машину, но купить машину может только тот, кто имеет права именно сесть за руль, чтобы... Ну и, конечно же, страховка. Без страховки машина с салона не выпускается. По крайней мере, в Северной Америке. Так вот, к чему я вам вот эти все шаги рассказала? К тому, что во всех сферах жизни я вижу здесь, что вы в ближайшую неделю будете расписывать шаги еще. Будут, начнут происходить перемены, и вы будете все дальше и дальше расписывать шаги. И точно так же я могу расписать шаги в отношениях. Первое – это понять, кого вы хотите, какого партнера или какую партнершу вы хотите. Второе – это предпринять действия для того, чтобы в вашей жизни появился этот партнер или партнерша. А это значит, сайт знакомств, надо куда-то идти с друзьями. Друзья должны знать, что вы в поиске, например. И вот появляется в вашей жизни партнер или партнерша – это знакомство. После знакомства и понимания, что да, это тот человек, который вам нравится, надо выстраивать грамотно отношения для того, чтобы потом отношения были гармоничными, доверительными и страстными. Поэтому у вас прекрасная неделя для выстраивания этапов и перемен. У вас прекрасные планы, у вас прекрасное настроение будет, и к вам идут прекрасные перемены. Вот я рассказала, правда, всего один пример, долго рассказывала, но я этим примером хотела показать вам, как можно разбивать большие желания, большие цели. Все, что происходит, разбить на мелкие шажки и как можно идти гармонично, методично к тому, что вы хотите, и к тем переменам, которые рвутся в вашу жизнь. Принимайте, потому что есть потенциал, есть настроение, и идут перемены, идет именно улучшение, идет рост, идет, знаете, как вы идете вперед, вы на правильном пути. Ну и это прекрасно. Ну что, теперь загадывайте желание, ставьте цель. Вот еще раз мы посмотрим. Знаете, как картное исполнение желаний много не бывает. И посмотрим. Вы готовы? Вперед! Вперед, 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 движение вперед, принятие перемен, именно не останавливаться. Вот тут я точно вижу, что останавливаться нельзя в любой сфере жизни. Кстати, насчет здоровья. Здоровье прекрасное. Я тут вижу. Если есть какие-то недомогания, пройдут в течение недели, это уж точно. А тут вперед. Действуйте. Все в ваших руках. Все в вас. Как всегда, я же говорю всегда, что все в вас. Выбор ваш. Принимать, не принимать, делать, не делать, идти, не идти. Кушать, не кушать. Тоже ваш выбор. Поэтому выбирайте, что лучше для вас. И главное, двигайтесь, не останавливайтесь. На сегодня все. Я желаю вам прекрасной недели. Вот такой, как я ее вижу здесь. Я желаю, чтобы она была с прекрасными... Простите. Много говорю, сохнет горло. Прекрасные, позитивные перемены, которые принесут в вашу жизнь все то, что вы хотите получить. Примите на сегодня все. Счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния. Всего самого-самого лучшего. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»